Как можно лишиться машины, имея долги? И как прошел выпускной в университете третьего возраста? Об этом не только прямо сейчас. Это новости на телеканале НТР в студии. Александр Комаров. Здравствуйте. Они продолжают бороться со злостными неплательщиками. В городе проходит треть судебных приставов по должникам. Накануне представители власти посетили неплательщика на химиков 78Г. У мужчины накопился долг почти в 20 тысяч рублей за коммунальные услуги. Злостного неплательщика дома не оказалось, однако чуть позже судебные приставы встретили его на улице и произвели арест машины. Вернут ли автомобиль должнику, мы расскажем в вечернем выпуске новостей. Преодолеть сотни ступенек, чтобы попасть в свою квартиру. Жители дома по адресу Студенческая, 16 уже несколько месяцев вынуждены пользоваться лестницей. Лифт в их доме работает непостоянно. Старшие по дому рассказывают, что часто поломки и постоянная грязь в лифте начались сразу после того, как сменилась обслуживающая организация. Жильцы уже обращались в лифт-сервис, но каждый раз слышат одинаковое объяснение. Подробнее в вечернем выпуске новостей. Лучшие вокально-хоровые коллективы Нижнекамска вышли на сцену. Городской конкурс «Серебряный колокольчик» в Нижнекамске проходит уже 13 лет. За все эти годы в нем приняли участие тысячи певцов. С каждым годом уровень конкурсантов все выше и выше. В этом году конкурс приурочен к 70-летию Великой Победы. Со сцены звучали песни военных лет. За звание лучших боролись 60 творческих коллективов. Нижнекамский университет третьего возраста выпустил очередных своих студентов. 606 пенсионеров могли обучаться на 8 факультетах, которые предлагали педагоги. Прощальный вечер пошел в форме отчетного концерта. Выпускники представляли зрителями свои дипломные работы. Это были и видеозарисовки, танцы и песни. Всего же за три года обучения прошли почти полторы тысячи пенсионеров. Очередной набор на следующий учебный год состоится в сентябре. Облачную погоду с плюсовой температурой обещают сегодня синоптики в Нижнекамске. Во второй половине дня прогнозируется небольшой дождь, а ветер подует с запада со скоростью 6 метров в секунду. Ну а подробности судебного разбирательства над наркоторговцем и итоги первого игрового дня детского футбольного турнира. Это и многое другое узнайте в следующем выпуске новостей. Оставайтесь с нами, вы будете в курсе всего, что происходит в городе. Ну и напоминаем, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 077, а также сообщения можно присылать через наш сайт ntrtv.ru. До встречи! Спасибо! Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok